В Украине навязали Минские соглашения, причем навязали абсолютно бестолково и глупо, которые теперь требуют соблюдения Минских соглашений, не обращая внимания на то, что в этих же Минских соглашениях, которые рука не поднимается, или язык не повращается, надо назвать договором. Есть целый ряд позиций, которые, скорее всего, должны реализовать Российская Федерация. Российская Федерация вообще не признает себя участником, военного конфликта, на постоянное подставляются болванчики, которые сами не несут ответственности за свои действия. Но даже самый простой пункт, пункт 6, об обмене заложниками, который может быть реализован, и об обмене, он не реализовывается, потому что Российская Федерация пытается использовать это с точки зрения политического давления на Украину. И с этой точки зрения мы видим молчаливое согласие, в том числе и Германии, и Франции, которые не высказываются по этому поводу, а молча наблюдают, как Россия издевается над родственниками военнопленных, и пытаются из этого выжить какие-то политические дивиденды, выторговать там, я уже не знаю, какие-то особые статусы и так далее. Давайте четко поставим вопрос. Люди, находящиеся в плену с обеих сторон, они здесь при чем? И это не простой плен. И как показывает опыт освобождения предыдущих, за это тоже будут нести ответственность, и даст Бог, когда-нибудь мы до этого доживем. Я на это очень надеюсь, что те, кто совершали военные преступления, и преступления против человечности, они будут нести ответственность. В гибридном суде, в международном уголовном суде, но каким-то образом международное сообщество этот вопрос решит. Хотя, конечно, это тоже пожелание, не с точки зрения позитивного юриста, или юриста-позитивиста, а так, общая справедливость. Александр Ильич, а вот буквально пару слов расскажите, пожалуйста, о природе так называемых Минских соглашений, потому что на самом деле непонятно. Российская Федерация Агрессора уже все об этом признают, даже президент Украины. И тут вдруг с террористами и сепаратистами, или коллаборационистами, это, полагаю, не тройственная природа. То есть они и сепаратисты, и коллаборационисты, раз на стороне оккупантов возникает и так далее, заключая с ними какие-то соглашения, которые, ну вот, например, на мой взгляд, и многих вот тоже моих коллег, они вообще юридически ничтожны. То есть как вот понимать вообще эти Минские соглашения, которые не укладываются просто реально в правовой конструкции? Они действительно не укладываются в правовой конструкции. Первое, главное, то, что они заключены под воздействием силы и по отношению, так сказать, и Венской, если применить ко всему этому, да, Венскую конвенцию правилами этого договора, 69-го года, то не соответствует ни одному из принципов. Во-первых, это жесткое вмешательство внутренние дела Украины, во-вторых, это шантаж представителей государства. Я напомню, что Минск-1 был подписан в самых тяжелых условиях тогда. Да, после позору Виловой спорта шло наступление, и вопрос стоял вообще о существовании государства Украины, по крайней мере, значительная его часть. Потому, с этой точки зрения, ни одного украинского юриста, я потому и говорю, что мы не говорим о них, как минские договоры, мы говорим о них, как минские соглашения, и соответствующее переводя это на английский. Это не agreements, это arrangements. Но все было бы, опять-таки, хорошо, если бы не позиция Запада, которая нам через Совет Безопасности навязывает их и требует их исполнения. Опять-таки, возвращаясь и к позициям сторон, и к участию, тут очень сложно говорить о том, что, скажем так, анализировать юридическую природу уничтоженного документа не стоит. А вот можно было бы там практические последствия. Практические последствия такой политической договоренности, они тоже должны анализироваться. Но тогда очень важна роль арбитра. Вот арбитр. И кто выступает в качестве арбитра? Как показал опыт арбитража вот такого, да, со стороны Германии и Франции, ну, это просто нонсенс. И минские соглашения реализовать невозможно не только потому, что они не соответствуют, так сказать, действительному состоянию дел, да, они практически отвлекают вот непосредственно участника событий, но и потому, что они очень размыто сформулированы, да, вот там, так сказать, можно много прочитать, и как бы есть там позиция, вот украинское прочтение, да, вот Россия там требует все, в период и сразу. Но в этом смысле роль арбитра очень высока. А мы потом и говорим о необходимости изменения минского формата, потому что, скорее всего, возврат лишь к Будапештскому формату позволит призвать агрессора к порядку, да, и за это нести ответы. Александр Ильич, но тем не менее, вот, насколько мне известно, Соединенные Штаты Америки не ратифицировали по каким-то причинам подписанность в Украине в Будапештский меморандум. Ну, меморандумы не должны были ратифицироваться, я напомню, Юрий, здесь есть очень важная вещь. Понимаете, анализ самого меморандума как такового, как текста, да, и изолированы, и лишь в рамках тех событий, которые произошли в декабре, а напомню, что в декабре к меморандуму присоединилась и Франция, и Китай. Поэтому участниками меморандума они это сделали на основании односторонних заявлений. Так вот, участниками меморандума есть не только государства-подписанты, в данном случае Соединенные Штаты, Россия и Франция, Великобритания, но и Китай, то есть пять ядерных государств. Меморандум следует рассматривать как документ, вызвавший к действию целый ряд односторонних правообязывающих действий государства. Потому все то, что было сделано в том числе правительством Украины, правительством Соединенных Штатов, правительством Великобритании, Франции и Китая после подписания как одностороннее действие свидетельствует о том, что стороны рассматривали этот документ как обязательно правообязывающий. И я напомню, что реализация его шла очень долго, только в 2001 году последняя ракета была демонтирована на территории Российской Федерации. Соединенные Штаты осуществляли финансирование, Россия принимала ракеты, демонтировала и так далее. Потому здесь говорить, ну это просто как бы несерьезно, и такая оппозиция Россия, она понятна как отрицание любых обязательств, но как серьезное отношение к международному праву и к международным правам обязательствам не удерживает никакой критики. Есть достаточно много по этому поводу рассуждений, целые тома уже написаны. Все сводится к тому, что в 1994 году имели в виду и правительство Соединенных Штатов под так называемым термином «заверение я». Напомню, что это эквивалент английского «assurance». Соединенные Штаты создавали не гарантии, а заверения. Так вот разница между гарантиями и заверениями требует юридического анализа. С точки зрения юридического анализа заверения адекватны тем же гарантиям с точки зрения их последствий. Потому здесь, так сказать, можно очень долго анализировать в том числе сам текст. Но я еще раз подчеркну, что сам текст плюс односторонние действия государственные представляют собой односторонние действия после подписания меморандума представляют собой комплекс международного права и обязательный. И именно в этом смысле разврат от минского формата к бедапештскому формату есть перспективы. Почему? Ну, потому что очень просто. Вот есть международный правовой документ, который прямо содержит целый ряд норм, обеспечивающих, гарантирующих, заверяющих, выберите любое слово, Украину в том, что ее границы сохранятся в таком варианте, какой был на момент в 1994 году. Мы вдруг отставляем этот документ и начинаем искать какие-то другие поводы, форматы. Давайте еще там правительство, я не знаю, Ботсваны, Центрально-Африканские республики привлечены. Есть много желающих попринимать участие в диалоге. Ведь главная эта проблема состоит в одном. Призвать к ответственности и к реализации обе закреста Российской Федерации. Давайте скажем в двух раз, кто способен это сделать на сегодняшний день. Это правительство Соединенных Штатов. Поэтому не участие в правительстве Соединенных Штатов по любым причинам в этих переговорах, оно, скажем, мало того, что делает эфемерным, как бы все процессы, мы здесь уже с точки зрения юриспруденции, сползаем на какую-то геополитику, но вместе с тем для нас для всех очевидно, что адекватным, ну, скажем, не хотелось бы использовать слово партнер, да, но контрагентом, который бы мог потребовать и может потребовать каких-то действий от Российской Федерации, есть только в Соединенных Штатах. В этом смысле, конечно же, мы с большим вниманием относимся к анализу того, что Соединенные Штаты будут делать после избрания Трампа. И в этом смысле очень многие вещи ставятся под сомнение и под вопрос. И в этом смысле как раз переход от так называемого Минского или Нормандского формата к Будапештскому формату тоже серьезный вопрос. Напомню, что и во Франции в 2017 году будут происходить выборы, и там тоже вопрос, ну, как бы изменения определенного позиции правительства Франции, он имеет место быть. Однако, скорее всего, вот, как бы вообще реализация вот всей этой ситуации вокруг ответственности Российской Федерации, она возможна в результате, ну, как бы, ну, скажем, серьезных геополитических, ну, и стратегических решений целого ряда партнеров Украины. Сама Украина не способна будет реализовать.